Губернатор Дмитрий Азаров добился решения по пересмотру газовых расценок в Самарской области. Глава региона обратился в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. Дмитрий Азаров поручил представить данные по устранению нарушений к 1 мая. Департамент образования Самары проводит опрос на тему дополнительного обучения детей. С его помощью можно выявить и усовершенствовать наиболее востребованное учебное направление. Анкетирование предназначено для родителей. Для участия необходимо авторизоваться через госуслуги. В Самаре 45-летняя женщина перевела мошенникам около 300 тысяч рублей за покупку экзотического растения из другой страны. Она заинтересовалась объявлением в интернете. Продавец обещал доставить товар с использованием транспортной компании после оплаты. Пострадавшая перевела деньги, а в транспортной компании заявили, что ее накладная подделка. Полиция устанавливает личность злоумышленника. В областной столице прошли завершающие показы конкурсных программ фестиваля «Веснушка». По итогам выступлений жюри выберет лучшие номера, которые покажут на гала-концерте. Они могут войти и в программу российской студенческой весны. С 19 по 21 апреля по техническим причинам «Ласточку» между Самарой и Тольятти заменят другими электричками. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. 19, 20 и 21 апреля поезда пройдут по следующему расписанию. Из Самары в Тольятти в 18.12, из Тольятти в Самару в 20.55. В Самарской области, по данным Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 43 человека. Нападения происходили в разных местах – в городах, в лесу и на территории частных загородных домов. В случае обнаружения на себе клеща, нужно сразу обратиться в больницу для его удаления и решения вопроса о назначении экстренной профилактики. В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за использование в алкогольном опьянении, электросамокатов, средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Управление в нетрезвом состоянии влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.